Международный союз железных дорог, Европейские форумы переездов и Совет по транспортной безопасности высказали предложение о проведении Международного дня безопасности на железнодорожных переездах. Раньше такой день в разных странах проводился в разное время. С этого года он всюду будет отмечаться 10 июня. На нашей дистанции очень большое внимание уделяется безопасности движения на железнодорожных переездах. Сейчас наши переезды оборудуются дополнительными загравительными обустройствами. На белорусском направлении железной дороги проведены специальные акции. Сотрудники ГИБДД и органы власти совместно с отделом инфраструктуры Московского Смоленского отделения дороги отправились в профилактический рейд на 37-й километр перегона Одинцова-Голицына, 46-й километр перегона Голицына-Петелина, 63-й километр перегона Петелина-Кубинка-1 и 106-й километр перегона Дорохова-Можайск. Акция очень полезная, проходит ежегодно, причем проходит не только у нас в районе и вообще в России, а акция носит международный характер. Акция направлена на привлечение внимания к проблеме безопасности на железнодорожных переездах. Акцент сделан на разъяснительную работу среди водителей. С ними провели профилактические беседы и раздали памятки. Водители же, в свою очередь, считают, что такие меры эффективны. Полно водителей, которые нарушают. На любые профилактические мероприятия нужны. Все равно семечка когда-то упадет в благодатную почву. А сами вы соблюдаете меры предосторожности? Обязательно. Стараюсь, стараюсь. Это безопасность, прежде всего. Несчастных случаев на переездах предостаточно. Руководство РЖД крайне беспокойно этой ситуацией. И призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Водители реагировали с интересом. Я считаю, что эта польза очень большая. На данном переезде по инвестиции после ремонта пути будет делаться. И в этом году сделается новый пешеходный переход. Представители РЖД совместно с сотрудниками ГИБДД в очередной раз обращают внимание на то, что ежегодно во всем мире на железнодорожных переездах в результате ДТП погибает и получает увечья большое количество участников движения и пешеходов. Почти все аварии происходят из-за нарушений правил дорожного движения. Аналогичные рейды станут еще эффективнее, если водители будут более ответственно относиться к их соблюдению. Мила Тарасевич, Танислав Трифонов, телекомпания «Одинсоло».